Слава Богу! За перемогу! За перемогу, да, аминь! Для меня всегда привилегия и честь быть на этом месте. Скажи, Юрий Викторович, что я свой. Аллилуйя! Да. Слава Богу! Выпала честь мне сегодня, сегодня у нас причастие, и хочу говорить очень глубокие мысли, просто у меня есть по поводу причастия. Проповедовал это в начале недели у себя там в Славянске. И сейчас хочу с вами поделиться этими мыслями, о чем хочу говорить. Тема моей проповеди называется «Да испытывает же себя каждый человек». О чем хочу говорить? Сегодня мы будем принимать причастие, и мы это делаем раз в месяц, так же ж? Напоминаем себе, кто мы, так же ж? Для чего мы. Напоминаем о том, что произошло с нами, что мы стали верующими людьми. Напоминаем себе о том, что мы причастниками Божеского естества стали, так же ж? Что мы являемся частью чего-то большого, тела Христа, так же ж? Когда мы принимаем это причастие. И, вы знаете, рассуждая просто над этими, ну, над всем этим служением просто, я подумал, первое причастие, которое преподавал Иисус Христос, были апостолы, которые участвовали, то есть в этом. И он преподавал это причастие людям, которые непосредственно видели Иисуса, слышали Его, они видели Божью славу, Бог через них двигался. Они пришли и говорят, Иисус, бесы нам повинуются, люди исцеляются, чудеса происходят, аллилуйя. Они принимали это причастие. Ну, один из этих апостолов, потом мы узнали, в общем, и речь идет об Иуде, то есть, что его жизнь закончилась печально. И точно так же и среди нас, то есть, ты смотришь, люди ходят на собрания, посещают собрания, принимают причастие, вместе с тобой слушают одни и те же проповеди. И в чьих-то жизнях Бог проявляется, победа Божья проявляется, а в чьих-то жизнях ничего не происходит, может даже хуже еще становится. Замечали такое? Я хочу сегодня говорить о том, чтобы мы заглянули немножко внутрь себя и посмотрели на мотивы наших сердец. Апостол Павел – это один из апостолов, который не был тогда на вечере Господней, когда Иисус Христос преподавал это. И он говорит об этом 1 Коринфянам. Вы, наверное, все уже эту главу читали не один раз, но я еще раз хочу прочитать. И я здесь начну 11 глава с 26 стиха. Он говорит, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Апостол Павел, он рассказывает, как мы должны подходить к этому служению. Не так-то много тайн, которые мы совершаем, но одно очень важное, которое Иисус заповедал нам делать, это принимать причастие. Так же ж? И он говорит, что мы должны судить себя сами, заглядывайте внутрь себя. И я как бы думал, то есть люди умирают из-за того, что просто приходят, принимают причастие, и у них какие-то нехорошие вещи в сердце происходят. Из-за этого происходят проблемы в их жизни. На самом деле, даже когда человек не принимает это причастие, если нехорошие вещи в его сердце происходят, у него появляются болезни. Так же ж? Непрощение, обиды какие-то, горечь, гнев. Есть же такие вещи в жизни верующего человека? Есть же? И просто, когда мы собираемся на причастие, мы должны еще раз и еще раз исследовать свои сердца. Находимся ли мы в мире со всеми на самом деле? То есть, был ли какой-то гнев, были ли какие-то вещи? Я хочу просто сегодня, чтобы мы посмотрели на, ну, то есть, внутрь наших сердец и разглядели просто. Потому что, вы знаете, есть моменты, когда наше поведение, оно выдает нас на самом деле, если быть честными. И я хочу, чтобы мы посмотрели на Слово Божие. Также я буду говорить, буду читать много мест писаний, но я верю, что, в конце концов, то есть, мы поймем, о чем идет речь. Первое, с чего начинается, я бы хотел, чтобы мы прочитали Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Первую главу. И здесь история идет об Иоанне Крестителе. И вот здесь 19 стиха написаны такие слова. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся. И объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Иля? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? И у меня сейчас вопрос каждому из вас. Кто вы? Что вы скажете о себе самом? Я думаю, что это один из важных вопросов в жизни каждого человека, который родился здесь на земле. Потому что наше происхождение определяет наше предназначение. Что мы будем дальше делать? Когда ты себе отвечаешь на этот вопрос, ты потом понимаешь, что тебе нужно делать. И очень часто, ты смотришь, как живут люди просто в этом мире, я просто сужу по себе. Мне, например, в школе и родителям мои, никто мне не объяснил, что оказывается я Божье творение, что я был создан Богом и есть предназначение для моей жизни. И люди в этом мире, они живут методом проб и ошибок. Они пробуют свою жизнь, они пробуют, кто же они на самом деле. И когда мы читаем историю про сотворение мира, там есть в 11 главе история про то, как народ начал строить Вавилонскую башню. Читали это, да? И там написано, сказано такие слова, вроде бы 11 глава 4 стих, там сказано такие слова, что мы построим башню и сделаем себе имя. И тогда расселимся. И я думаю, послушайте, все люди в этом мире, они живут с одной целью, они работают на свой авторитет. Ну так же ж? Они работают на свое имя. Я помню, у меня еще, помню, с отцом со своим я разговаривал, он мне говорит, послухай, если ты вот так вот не сделаешь, ну просто, что люди скажут? Что люди скажут там? Если будет свадьба не на 100 человек, а на 50, что люди скажут? Если водки не будет на столе, что люди скажут? Что люди скажут? Люди как бы зависят от мнения других людей. Почему? Потому что им важно, чтобы их имя не пострадало. И вот мы рождаемся, то есть Иисус говорит, что есть три вещи, которые движут этим миром. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он говорит, не любите мира и того, что в мире, да? И что же в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Есть три вещи, чем мотивированы люди в этом мире. И вот эта вот гордость житейская, она присутствует в жизни каждого человека. Мы приходим в церковь, то есть и у нас, внутри нас это есть как бы нежелание быть хуже. Гордость житейская. Нежелание быть хуже. Люди все в этом мире, они соперничают друг с другом. Замечали ж такое? И самое интересное еще, что как бы люди сравнивают себя с теми, у кого лучше. Никто не сравнивает себя с теми, у кого хуже. И какое-то недовольство приходит, смотришь, вроде бы человек и живет неплохо. Все есть как бы это, ну бурчит постоянно, короче. Недоволен жизнью, недоволен тем, недоволен этим. И когда начал заглядывать в Слово Божие, начал видеть причины, почему так происходит. И вот первое, на какой вопрос мы должны себе ответить, кто мы и для чего мы. И цель жизни человека здесь на земле написано, чтобы мы уже здесь на земле встретились с Богом. В Деяниях 17 главе, там есть такие местописания, что Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и назначил каждому человеку время и место обитания. То есть мы не просто так живем в этой стране и в это время. С какой целью? Дальше написано, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут, хотя Он недалеко от каждого из нас. То есть цель человека встретиться с Богом здесь на земле. И происходят обстоятельства, когда же ставят людей на колени. И мы молимся простой молитвой. Боже, если ты есть, помоги. Есть такое? Именно таким образом я и пришел к Богу. Именно таким образом я увидел, что Бог отвечает на молитвы, оказывается. И вот первое, мы должны понять, что мы Божье творение. В Экклесиасте есть местописание, написано, говорит, Господи, дай уразуметь людям, что они сами по себе животные. То есть без Бога, написано, человек, который не имеет Бога в разуме, подобен животному, которое погибает. Сами по себе животные написано. И что существует, тому уже наречено имя и известно, что это человек. То есть мы должны понять, что мы Божье творение. И вот когда мы приходим к Богу, мы отвечаем себе на этот вопрос, что да, есть творец и есть предназначение для нас. И когда мы узнали это, мы пришли в церковь, так же ж? Где нам открыли глаза на эти истины. После этого, что мы сделали? Мы покаялись, нам сказали, нам нужно родиться свыше. Так же ж? И вот когда мы покаялись и родились свыше, следующее, что происходит, ты становишься новым творением. Аминь. Библия говорит, что теперь вы храм Духа Святого, который живет внутри вас. Он говорит, не оскверняйте храм этот, не прикасайтесь к идолам. И мы должны понять для себя теперь, хорошо, если я теперь новое творение, то какое же предназначение теперь для меня? И об этом написано в Ефесянах, в первой главе, предназначение для нас, как для нового творения. Какая цель нашей жизни теперь во Христе Иисусе? И вот здесь вот написано в Ефесянах, 1 глава, 11 стих. В нем мы, во Иисусе Христе, и сделали с наследниками. То есть Бог захотел установить нас, чтобы мы стали наследниками. Для чего? Быв предназначен к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить, похвалить славу Его нам, которые ранее уповали на Христа. Для чего мы стали наследниками? Для чего Бог установил нас? Чтобы мы приносили Богу славу. Аминь. Написано, что мы были предназначены к тому, по определению совершающего все. Я когда это прочитал, я начинаю понимать, что даже не по нашей воле, по Его воле все происходит. По Его. И мы, когда пришли к Богу, мы должны довериться Ему, что Он тоже присутствует в нашей жизни. Он следит за нами, и Он нас ведет куда-то по жизни. Он желает, чтобы мы стали наследниками, чтобы эти Божьи благословения, Божьи обетования, которые написаны в Библии, чтобы они пришли в нашу жизнь. Но именно это и пленило меня, чтобы я пришел в церковь. Потому что были сферы в моей жизни, которые я сам своими силами не мог исполнить. Не мог, короче, их наполнить, эти сферы. Не мог. У кого-то могут быть неспасенные родственники, и они годами борются с этим, и не могут ничего сделать. И где-то они услышали эти слова надежды, и пришли в церковь. Так же ж? Могут быть другие сферы. Финансы, работа, отношения. Отношения с детьми, отношения мужа и жены. Я-то прочитал такой афоризм, что воспитание детей – это отношения отца и матери, мужа и жены. Отношения их друг к другу и их отношения к миру передается конкретно детям. Их даже учить не надо, они точная копия тебя. Поэтому тебе не их воспитывать надо, а себя надо воспитывать. Получается так. Почему я сказал сейчас об этом? Потому что есть два вектора в жизни человека, верующего. Когда мы не разбираемся в этих вещах, мы приходим в церковь и продолжаем жить так, как и жили раньше. И люди в этом мире, все, что они делают, они ищут славы себе. Ну так же ж? Даже пословица такая есть – пойти на других посмотреть, себя показать. Так же ж, какие мы? Но когда мы приходим к Богу, то мы понимаем, что теперь наша цель – это не себе угождать, не свое имя строить, а Богу славу воздавать. Так же ж? Это очень важно, когда мы понимаем цели. Почему? Потому что когда мы их не понимаем, то мы можем говорить правильные слова. Мы можем говорить правильные слова. Сейчас у людей спрашиваешь, они говорят правильные вещи. Но их поведение, оно говорит о том, что мотивы их сердца совсем другие. И люди даже этого не понимают. Не заглядывают так глубоко. Я хочу, чтобы вы смотрели дальше. Хорошо. Когда мы понимаем, что теперь наша цель – это воздавать славу Богу, для того, чтобы это понять, нам нужно посмотреть послание Кремля на 12 главу. Апостол Павел говорит такие слова. Первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья – благая, угодная и совершенная. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И мы приходим в церковь, и у нас у каждого есть о себе мнение. Так же ж? Есть какие-то победы, есть какие-то достижения, есть какие-то вещи, которые мы добились в этом мире. Так же ж? Я на это смотрю, знаете, каким образом? Когда пришел грех, человек остался голый перед Богом. Бог приходит, его ищет и говорит, Адам, где ты? Он говорит, Господи, я просто нах, я испугался. Он говорит, кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от того дерева? Он говорит, а не я, если бы не жена, которую ты мне дал. И вот этот грех начал проявляться и действовать. Мы не в себе ищем причины. Виноваты все, только не мы. Страна не такая, не в той семье родились или еще как-то, церковь не такая. Что хочешь, куча проблем. Но только не в нас. Но когда мы приходим к Богу, Бог говорит, вникай в себя, вникай в учения, занимайся этим постоянно, поступая так, спасешься сам и окружающих себя спасешь. И вот она говорит, что мы должны представить тела свои в жертву, святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. И наше служение, как я уже говорил, воздавать Богу славу. Так же ж? Вот наше предназначение. Воздавать Богу славу, чтобы Бог через наши жизни прославлялся. И вот он говорит, умоляю вас милосердием Божьим. Я когда это читаю, я говорю, сам Бог просто. Он есть это милосердие Божье. Так же ж? Когда Бесноватого освободил этих бесов, ну короче от бесов этих, написано, легион бесов из него вышел, он приходит к Иисусу и говорит, Иисус, я хочу с тобой пойти. Он говорит, нет, нет, нет. Пойди расскажи, какую милость тебе оказал Господь. И я сейчас говорю, за каждого из нас, нам есть рассказать о той милости, которую Бог нам оказал. Так же ж? И это милосердие Божье, оно говорит, он говорит, умоляю вас. И когда я читаю милосердие Божье, я говорю, Бог знает каждого человека. И Он знает, зачем вы плачете. Он знает о вас лучше, чем вы сами о себе знаете. Согласны со мною? И Он говорит, для того, чтобы вам получить исцеление, чтобы ваши жизни изменились, чтобы вам стало легче, представьте ваши тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. И дальше Он говорит второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Благая, угодная, совершенно. Он говорит, вам нужно представить свои тела в жертву для того, чтобы преобразоваться. Слово преобразование, оно имеет, в греческом переводе переводится как метаморфоза. Мы, когда в школе учились, на биологии изучали этот процесс, когда из гусеницы превращается бабочка. Помните? То есть гусеница должна была поместить себя в определенный кокон, в котором через определенное время, когда она в этом коконе находилась, то есть происходило это преобразование. И потом она оттуда выходила новым творением. Так же ж? То она могла ползать, потом она могла уже летать с дерева на дерево. И нам нужно заставить себя поместить в определенные обстоятельства, которые повлияют на обновление нашего мышления. Потому что есть сферы, в которые мы Бога просто не пустили. Согласны со мною? И за эти сферы мы сражаемся. Мы рубшим за них. Послушайте себя, о чем вы говорите. От избытка сердца говорят уста. Люди встречаются, и друг на друга они влияют. Если ты ни на кого не влияешь, то влияют на тебя. Даже вот этот обыкновенный вопрос люди задают. Как дела? Ты говоришь, ну как? Ну вот так вот и вот так вот. А у меня вот так вот. И рассказывают, как у них. Как надо. Да. И все мы учим друг друга, как нужно жить. Ну так же ж? И в этом мире, если ты ни на кого не влияешь, то влияют на тебя. Хочешь ты или не хочешь. Или ты влияешь, или влияют на тебя. Я когда стал верующим человеком и приходил на работу, я сразу всем объявлял. Я верующий. Для чего? Для того, чтобы сразу утвердить свои позиции, чтобы понимать, что теперь я держу планку и мне нельзя ее опускать. Но когда люди этого не говорят, а приходят обстоятельства, когда тебе нужно светить в этих обстоятельствах. Вдруг они начинают там, да я не пью. А что ты не пьешь? Да ну я верующий. А, так ты что, баптист? Да ну как-то. Я говорю, да. Больше, чем баптист. Пятидесятник. Как мне там сестра одна говорит, православная. Говорит, слышите, так вы, говорит, десятины сдаете. Говорю, да сдаем. Так вы десятищики. Я говорю, да не, говорю, мы пятидесятники. Она думает, ну вообще церковь. Хорошо. Не сообразуйте с веком сим, но преобразуйте с обновлением ума. Послушайте, люди, когда мы живем в этом мире, короче, этот мир влияет на нас. Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Стоит тебе один день с Иисусом не пособирать, и то, что ты собирал до этого с Иисусом, оно расточается. Этот мир заинтересован, чтобы погрузить в тебя свою информацию. Свою информацию. Я говорю, стоит мне просто пару дней посидеть возле какого-то сериала, который мне понравился, и уже мне Слово Божье не интересно читать. Замечали такое? А больше того, как это все действует на нас, ты смотришь этот сериал. А почему он тебе понравился? Потому что какие-то персонажи, они где-то тебе, в общем, стали интересны. Смотри, как он хорошо поступает. Ух, как интересно. Понимаете? И тебе просто готовые образы внутрь тебя заходят. Но вы не понимаете, что те люди, которые там снимаются в этих сериалах, это люди, которые не знают, кто они и для чего они. Понимаете? И мы эти образы принимаем внутрь себя, а потом ведем себя точно так же. Сообразуемся с этим миром. Но когда я читаю Слово Божье, я должен в себе формировать новые образы. Другого человека, который по образу и подобию Божьему. Понимаете? Не на кого-то смотреть и от него ждать, короче, что он должен себя так вести, тогда я буду по-другому. Нет. С тебя все начинается. Когда-то я ожидал каких-то вещей, чтобы пастор по отношению ко мне себя вел особенным образом, потому что я же особенно тут служу. И я не замечал этого, и это меня раздражало. И даже это какой-то ропот был. Но когда я просветил свое мышление в этой сфере, где написано в Библии, то есть просто молился Богу, и Бог мне говорит, Сынок, так пастор не твой слуга. Ты от него ожидаешь, что он будет бегать за тобой. Ты дороже до такого уровня, когда я теперь решаю, как с тобой поступать. И это моя была задача, чтобы он тебя не замечал. Потому что когда он начал это делать, смотри, сколько ты увидел в себе негатива. Хотя до этого ты думал, что какой ты молодец. И он говорит, это была моя воля, чтобы он так себя вел. Но я когда это понял, думаю, да, классно. И в вопросе служения дальше, точно так же Бог начал меня наставлять. И он говорит, сынок, мы ждем, когда же нас Бог поднимет на служение. Когда же Бог нас поднимет на служение, да? И мы думаем, что это должно быть так. Пастор скажет, ну что, я тебе предлагаю вот такую зарплату, становись. Тогда мы готовы служить. Но на самом деле нет. Бог нас призывает на служение, не пастырь. И когда Бог призывает, то Он и будет оплачивать твое служение. Поверьте. Хорошо. Давайте откроем местописание Иеремии, 17 главу. И посмотрим на мотивы нашего сердца чуть-чуть более глубже. 17 глава 4 стиха. Написаны такие слова. Ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. Я дам тебя в землю, в рабство врагам твоим, в землю, которую ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Листь его зеленый, во время засухи оно не боится и не перестает проносить плод. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Раньше я эти местописания слышал, когда цитировали благословен человек и проклят человек. Я думал, ну да, но когда я прочитал это в контексте того, о чем я сейчас прочитал, там написано, вы сами виноваты, что многие вещи не пришли в вашу жизнь. Мы виноваты. Он говорит, ты из-за себя лишился наследия твоего. Не Бог не дал. Ты не смог взять. Ты не смог встать в правильную позицию. Потому что Бог, его задача не просто дать тебе, а чтобы ты дошел на небо. Понимаете? И если ты не готов принять, если твое сердце, оно не изменено, Бог не может тебе дать это благословение. Потому что если ты сейчас неправильно себя ведешь с неизмененным сердцем и дать тебе эти благословения, завтра он тебя потеряет. У многих из вас был момент, когда в вашей жизни вы чувствовали себя на гребне волны. Было все. Ну было ж такое. Я не поверю просто. Я просто знаю, что каждому человеку Бог дает. Но потом пришли обстоятельства, когда мы не были способны удержать это. И оно ушло как сквозь пальцы. Жены, мужья, дети, финансы, сбережения какие-то, дома, машины, золото. Поуходило. Почему? Потому что характер наш был неизмененный. И с этим характером мы не разобрались. Мы даже не знали. Мы думали, что вот так вот нужно жить. Ну все ж так живут. Так же ж? И за свое мы готовы сражаться. Но пришли обстоятельства, которые сильнее нас. И оно куда-то раз, вот так вот, и как сквозь пальцы ушло. И вот он говорит. Прок на человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорой, которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верик с пустыни, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах зловных, степи на земле бесплодной и необитаемой. И вот я говорю, смотрите, есть сферы, которые мы не отдали Богу. Не отдали просто. Какие-то мы что-то там доверились, а какие-то мы еще за них сражаемся. И есть ропот, когда мы недовольны. Когда мы остаемся сами один на один с этой проблемой, встречаемся, и все хорошо. Ну вот, а замечали, что есть люди, которые, ну вот, недовольны всегда. Замечали? Я говорю, вот что я вижу. Эти люди, они даже хорошего не видят. Они не видят даже хорошего. Почему они не видят хорошего? Потому что сердце их на самом деле удалено от Господа. И они, если быть честными, то они уповают на плоть, на человека. Вот из-за этого вот это все и происходит. Вот это вот недовольство, вот этот вот ропот, вот эти вот вещи. Мы говорим, что мы верим Богу, от Него ожидаем, но наша реакция, она все проявляет. Не надо быть даже сердцевистом. Просто смотрите в Слово Божье. И не моя задача знать, что в сердце человека. Это задача Бога. Написано, Бог пронизывает глубины сердца. И Он знает, что внутри тебя. И Он говорит, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Лукаво. Я как-то начал исследовать это лукаво и лукаво. И нашел такие местописания, где Иисус притчу рассказывал. Помните, как Он таланты пораздавал? И один приходит и говорит, ой, я там побоялся, знал, что ты человек жестокий. Поэтому взял этот талант, закопал. И Иисус говорит ему, ленивый и лукавый раб. Я говорю, люди лукавые, потому что если быть честными, то они ленивые. Они просто скрывают свою лень лукавством. Они говорят, слушай, ты не понимаешь моей ситуации. Ты же не знаешь, как у меня. Пятое, десятое. Но если быть честными, это просто ты неправильно приоритеты в своей жизни расставил. Вот и все. Не разобрался. Не принес свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Не обновил мышление свое в этой сфере. Не провел достаточно времени в присутствии Божьем, чтобы понять это. Потому что, когда мы входим в присутствие Божье, ты не можешь быть лукавым перед Богом. Ну так же? Ты не можешь говорить, ну Господи, ну как так? Бог начинает тебя говорить, нет. И Он будет давать вдохновлять тебя. То есть, Библия говорит, что Бог дает желание и дает действие. Ну так же? И ты выходишь из этого присутствия Божьего. Все. Я хочу. И очень часто бывает нас хватает на один день. Просчитал где-то афоризм такой, что слово завтра, оно придумано для людей нерешительных и для детей. Завтра. Завтра. Завтра будем этим заниматься. Завтра. Завтра послушаем тебя. А сегодня у нас другие дела. Но мы, когда понимаем, когда мы проносим свои тела в жертву относительно этой ситуации, начинаем искать Божьего лица, начинаем исследовать, поверьте, Бог найдет способ, как проговорить вам. Может быть, ты не услышишь это в молитве, Бог приведет проповедника. Или ты где-то включишь по телевизору его и услышишь эти слова, которые тебе нужны будут услышать. Следующий этап, тебе нужно будет применить это слово. А чтобы применить, нужна вера. Не всегда воля Божья кажется нам благой, угодной и совершенной. Согласны со мной? И есть моменты неудобоносимые, когда вот так вот нужно ложиться, крест на себя брать. Читаешь в Библии написано, когда тебя бьют правую, подставляй левую. И наше мышление не обновлено в такой степени, чтобы мы так поступали. Много таких людей знаете. Но мы учимся, так же? Мы учимся. И вот момент в нашей жизни наступает, когда мы должны перестать советоваться с плотью и кровью. А довериться Господу. Написано, что Авраам принес в жертву Исаака, потому что имел обетование. Ты будешь способен исполнить волю Божью тогда, когда у тебя будет обещание Божье. Ты будешь понимать, что да, вот так вот, вот Бог на моей стороне. Даже если я вот так вот сделаю, то есть со мной плохо не будет. Потому что логика наша отказывается верить, если я подставлю правую, они же бить меня начнут. Это как спасение родных и близких. Очень часто мы не способны доверить Богу наших родных. Я говорю, дети не наши. Бог дал нам их на какой-то период времени, чтобы потом мы эту пуповину разрезали и отдали их в руки Божьи. Бог мне дал этого ребенка, чтобы я какой-то период времени в него вложил свои ценности, а потом мне нужно будет его доверить Богу. Но нам так тяжело это сделать. Бывает очень часто родители являются причиной, чтобы Бог вмешался. Сестру одну, помню, у меня тут служение было для созависимых родственников, и мы молились за ее сына. Молимся, а она обеспеченный человек, у нее есть финансы. Его раз милиция поймала, она заплатила деньги, его отпустили. Ему дали срок на условный. Второй раз его поймали, опять посадили. И у нее есть деньги, чтобы его выкупить. Я говорю, послушайте, а вы не замечаете, что мы молимся, чтобы Бог с ним что-то сделал? А вы мешаете Богу. Лучше, говорю, чтобы вы даже передачи ему в тюрьму просто не передавали. Он быстрее начнет к Богу взывать. Быстрее начнет понимать, что он оказывается сам в этом мире, только Бог может помочь. И когда она это сделала, там в тюрьме произошли такие обстоятельства, когда он прибежал в церковь за помощью. Я помню, прихожу в церковь, сидит он, говорю, о, привет, Саня. Не хотел это слушать на свободе, будешь слушать теперь здесь. Через четыре года тюрьмы он вышел оттуда посвященный служитель. Сейчас директор репцентра в Ростове-на-Дону. Был в Донецке, а потом, когда захватили, туда переехал. Жизнь поменялась. Нужно было довериться Богу. Но для этого нужно было получить откровение, что Бог, Он благой, Он милосердный. Он благословит, не разрушит. Нужно было довериться в этих сферах. И вот мы должны понять, что воля Божья, она самая благая, самая годная, самая совершенная. Исполнять Слово Божье – это самое лучшее. Самое лучшее. Потому что ты попадешь в волю Божью. Сейчас, когда период потрясений начался, люди начали советоваться с кровью и плотью. Кровь и плотью они будут советовать где лучше и где безопаснее. Но мне лучше попасть в волю Божью. Потому что, когда я в воле Божьей, то я буду защищен и обеспечен. Аминь. Оно может казаться тебе не таким презентабельным. Но попадая туда, ты будешь видеть руку Божью в своей жизни. Я говорю, Бог там, где вера. Бог там, где вера. И когда ты стоишь и не знаешь, как делать. Он говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью. Не стал советоваться, Павел говорит. Но пошел исполнять волю Божью. И нам точно так же. И есть моменты, когда Бог будет смирять нас. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. В церкви. Потому что в церкви ты ж хочешь, ты не хочешь. Но рано или поздно тебе нужно будет соответствовать тому статусу, о котором ты говоришь. Так же? Вот я говорю, поэтому нужно становиться в служении. Потому что там тебе нужно быстрее соответствовать этому статусу. Хочешь, не хочешь, а надо улыбаться, всех благословлять, прощать. Хочешь, не хочешь, а уже надо. А оно бывает временами не хочется. И Бог потихонечку тебя ведет по жизни. Он смиряет тебя. Вот так вот. Вот так вот. И наступит момент, когда Он вот так вот тебя смирит. Я говорю, есть моменты, когда ты вот так вот смиряешься. И Бог говорит, слушай, ну если ты меня любишь, то ради меня тебе нужно на колени стать. Ты говоришь, ладно, Господи, я ради тебя стану. Смирился. Я говорю, любовь к Богу, она может поставить нас на колени. Но Божий крест, Он прижмет тебя лицом в землю и заставит тебя ползти. Вот хочешь ты или не хочешь, почему это нужно Богу? Потому что Ему не нужно наше Я. Ему нужны мы, как послушный сосуд, который Он может использовать для своей славы, не для нашей. И есть моменты, когда Бог тебе скажет, а теперь, сынок, ложись вот так вот и ползи. И твое Я может сказать тебе, а что это я должен так делать? Я не хочу. Но Слово Божье, оно всегда будет тебе говорить одно и то же. Прощайте, благословляйте, благотворите, молитесь. Всегда. Ну так же ж? Но мы находим оправдание, почему я этого делать не буду. Потому что Он же служитель. Он должен первый это сделать. Послушайте, если Бог тебя довел до такого уровня, сейчас твой экзамен. Если ты его сдашь, все нормально будет. Я говорю, мы прощаем верой. Верой прощаю я. Просто говорю такие слова. Я прощаю этого человека. У меня была ситуация такая. Я служил в миссионерском центре. И у меня в одном городе не было пастыря. И не было из кого выбирать просто. Была миссионерская школа. Ну не из кого выбирать просто. А мне нужен тогда человек, который бы встал на служение. И есть ресурсы, чтобы обеспечить его. Все необходимое. Нужен был человек хороший, который мог бы там занять эту позицию. И всей вот этой вот массы я нахожу более-менее человека, который здраво мыслит. Нахожу и начинаю под него совершать это служение. Целый год я платил ему зарплату. Целый год я обеспечил его ресурсами. Я покупал ему машину на этот центр. В общем, у человека все было. Но почему-то ему мешала моя позиция. Потому что я над ним. Я как посредник между миссией, короче, и ним. И он говорит, уберите его отсюда. Давайте мне ресурсы все на меня. И я сейчас покажу, как надо. Я все сделаю. Я говорю, я же тебе не мешаю. Делай. Делай. Но он ничего не делал. Он ждал, когда же все это будет это. И потом, в конце концов, в общем, мне пришлось с ним расстаться. Я ему говорю, все, дорогой, спасибо, что послужил нам, уезжай. И он и ехал. И на следующий день он в интернете, в страничке, там специальную страничку от этого поселка создали. Он начинает там просто каждый день выходить в прямой эфир по несколько раз в день и поливать нас грязью. Церковь, меня там, еще пасторов, в общем. И такой просто, ну, ты смотришь, слушаешь это все, короче. А там, ну, просто плотское мышление просто. Вот человек, который плотской просто. Понимаете? И я просто сижу, и я понимаю, что если я сейчас начну там что-то ему отписываться дальше, оставить какие-то свои права. Да, то есть это даже не человек, это дух, который в этом человеке, и он снесет из меня силы. И если я начну сейчас просто поддамся этой провокации, и я поддался этой провокации, когда он приехал и лил на меня грязь среди там других пастырей. И я начал говорить, послушай, давай рассудим. И я начал сам себя защищать, и когда я начал это делать, я ничего не доказал, но я внутрь себя как пропустил удар. Он уехал, а я с ним хожу две недели разговариваю внутри. Бывает такое? А тут еще вот это вот интернет, вот это вот пространство начало, и мне нужно служить, а из меня соки тянут, сил нету. Мне просто тяжело, руки мои вот так вот опускаются. Мне надо служить, и я не могу. И тут день, второй, третий, неделя это происходит, и оно прям выбивает меня. И я не знаю, что делать. В Библии написано, когда не знаешь, как молиться, молитесь иными языками. Написано, что Дух Святой молится за святых по воле Божией. Я вот так вот просто пришел домой, сел и говорю, Господь, я отсюда не уйду. Я буду молиться на иных языках за эту ситуацию, а ты говори мне, что мне сделать, чтобы это прекратилось. И стал и начал молиться. Три часа прошло. Но через три часа молитвы на иных языках вдруг Бог показал мне эту ситуацию под другим углом. Он мне говорит, ты представь, как он ранен, этот человек. Он ранен. И он вот этими всеми, он сейчас кричит к тебе, послужите мне, послужите. Вы просто этого не понимаете. И тебе первому нужно будет, когда ты его встретишь, проявить к нему милость и оказать любовь. Поэтому прости его. И я встаю вот так вот. Я его не видел. Он там где-то уехал в другой город. Я встаю вот так вот и говорю, Игорь, я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Вот так вот просто сказал верой. И когда я это сказал, я почувствовал, как в духе эти связи. Чук. И все. И оно перестало создать из меня силы. И я начал молиться и был готов к тому, чтобы дальше ему служить. Если встречу, я не буду ему ничего споминать, буду продолжать дальше любить его. И как я только вот эти вот вещи в духовном мире произошли, вечером он выходит в прямой эфир и говорит, сегодня последний раз об этом говорю. Больше говорить не буду. И все закончилось. Библия говорит, из невидимого произошло видимое. Корни все в духовном мире. Почему Бог и говорит, самое лучшее это воля Божья. Мне может казаться, ну как это? Но когда я исполняю это слово Божье, в духовном мире происходят определенные процессы. Там узлы развязываются. И потом это становится видно в физическом мире. Аминь. Он говорит, человек не увидит, когда придет добрый и поселится в местах злой и в степи на земле бесплодной и необитаемой. Я вот говорю, когда люди ропщут, это показатель, что на самом деле они эту сферу не отдали Богу. И если они недовольны, недоволен пастырем, недоволен церкви, недоволен еще чем-то. Послушайте, нам есть, ну то есть сравните себя с теми, у кого хуже. И вы сразу все поймете. Мне нужно было один раз ездить в Африку и приехать после этого полюбить Украину. Один раз. Я приехал просто и говорю, аллилуйя, Господи. Тут раз краник открываешь и водичка побежала. А там хочешь водичку попить, нужно идти километра четыре, куда-то в пустыне. Накопать, короче, вырыть яму. Полдня ты этим занимаешься, потом еще полдня эту воду носишь. И ты смотришь, ладно, чтобы еще вода была нормальная. А то мутное что-то такое, в общем. И ты смотришь, думаешь, Господи, слава тебе, что у нас есть интернет, свет, холодильники. Они там этого даже не знают. Я приехал и говорю, так мы в богатой стране живем. Я там себя, знаете, каким человеком почувствовал. Как вот к нам американцы проезжают, и мы вокруг них бегаем, думаем, вот у них деньги, короче, вот у них деньги. Я туда проезжаю, голый босс, они вокруг меня бегают, думают, что у меня деньги, короче. Я говорю, друзья, я такой же, как и вы, короче. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево посаженное при потоках вод, пускающее корни своего потока. Не знает она, когда приходит зной. Лист его зеленый во время засухи, оно не боится и не перестает приносить плод. Послушайте, сейчас начались военные действия. Потрясения происходят определенные. И ты смотришь, люди, которые действительно знают Бога, действительно, есть у них отношения с Ним, не перестают приносить плод. Нужды нету. Даже лучше стало жить, чем было. Или нет? Ты смотришь, думаешь, Господи, спасибо тебе, что ты рядом. Люди в страхе, а мы не боимся, потому что есть упование у нас. Бог, который обещал, что он позаботится. Я сейчас просто вижу, мы в земле ГСМ. Я там в Славянске живу, говорю, везде там света нету, газа, воды нету. У нас все есть. Все есть, все работает в церкви. Мы потом начали молиться в церкви, говорю, Господи, во имя Иисуса есть тепло во всех домах, есть тепло. Я специально не переезжаю в церковь жить, живу в квартире у себя, страдаю вместе с народом, короче. Пока тепло не появится в домах, в квартирах. И начали молиться, начали газ, тепло начали пускать, все нормально. Думаю, там уже и переезжать не надо, все же работает, запустилось. Сейчас как бы там такой воздух свободы. Цивилизация возвращается, светофоры повключали, в общем. Фонари еще не горят, но тепло пришло. Магазин открылся, ЗАГС уже открылся, можно жениться, короче. Все работает, потихонечку жизнь возвращается. Чуть-чуть врага отодвинули и все. Как-то оживление какое-то пришло. Люди возвращаются. Смотришь, слава Богу. Слава Богу. Начали молиться церковью, чтобы газ был, чтобы было тепло, чтобы были дрова еще летом, короче. Просто вот такое у нас сердце пришло. Нам надо за это молиться. И начали молиться, вера это все достигать. Нам до конца, до осени говорили, ничего не будет, ничего не будет, ничего не будет. А потом раз, и все появилось. Аллилуйя. Потому что Бог решает, а не люди. Аминь. Он говорит, лукавое сердце. И Господь пронизывает это сердце, и Он знает мотивы наши. Он исследует нас. И Он проводит нас через определенное общество. Для чего? Чтобы мы увидели себя. Ну так же? Чтобы мы увидели, почему мы это делаем. Какая моя цель. Какая мотивация на самом деле. Просто приведу один из примеров. Ребенок у меня, младший, во втором классе, ой старший, во втором классе учился. Я помню, сижу дома, он приходит домой. И домашнее задание делает. Садится и пишет упражнение. Написал упражнение, я читаю его, а там в каждом слове ошибка. Я говорю, сынок, ты же умный мальчик, давай переписывай. В чистовике. Он второй раз переписал. Ну смотрю, через слово ошибка. Говорю, сынок, ну ты же, ты что? Ты же у меня все понимаешь. Давай третий раз. В общем, шесть раз он переписал. В чистовике. И когда он уже сто раз переписал, и опять ошибка. У меня внутри вот так вот все поднимается. И мне хочется ему сказать, ты что, дебил? Вот так вот. И я только вот так вот раз, и меня что-то останавливает. Дух Святой меня останавливает и говорит, ты что делаешь? И я себя на мысли, послушай, так меня так родители воспитывали. Ну вот так вот, короче. Тыкали мне носом. Вот так вот. И вот сейчас я то же самое делаю. А Дух Святой мне говорит, а почему ты так делаешь? И я начинаю разматывать дальше эту тему. И я начинаю ловить себя на том, что я даже не за него переживаю. И я за себя переживаю, потому что учительница завтра откроет эту тетрадку и подумает, что за папа? Что за папа? Вот это вот. Нельзя было на черновке написать, короче. И вдруг атака была на мое я. И я начал ему тут. А Бог мне говорит, успокойся. Оставь его, пусть он отдохнет. Помолись за него. И потом вместе с ним садись, сделай и верь, что он напишет. Я так и сделал. И когда я так сделал, смотрю, он написал без ошибок. И я подумал, Господи, так что, даже в этих сферах тебя надо пускать? Оказывается, да. Оказывается, да. И эти все мотивы, они глубоко скрыты внутри нас. Могут быть цели правильные, а мотив неправильный. И тебя уводят в другое место. И вот это поведение, оно описано в Виакова. Четвертая глава. С первого стиха написано. Откуда у вас вражды и расприи? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Что вы, говорит, ссоритесь? Жила, свои цели достигаете. Потому что если бы мы Божьи цели достигали, то мы бы с плачущими бы плакали, а с радующимися бы радовались бы. Ну так же ж? Ну приведу просто пример. Верующая мама молится за неверующего сына. Она хочет, чтобы он спасся. И плачет, что так плохо все в семье. Есть такое? Плачет. Я говорю, а зачем мы плачем? Мы за собой плачем, что нам тяжело жить с Богом, радоваться жизни. Все хорошо, но вот это... Или мы плачем, потому что он погибает и в ад идет. И моя реакция, она показывает на пути чего сейчас стали. И если я начинаю брать в свои руки бразды правления и начинаю учить, рассказывать, наставлять, ссориться, потому что есть негативный опыт в моей жизни, как было раньше. И он мне приносит страх. И мне, чтобы так больше не было, я начинаю наставлять этого человека. А этот человек взрывается вдруг. Из пальца высасывает проблему, очерняет тебя, короче. И ты, оказывается, вроде бы ж ты прав, но ты виноват оказался. Потому что лучшая защита нападения. И когда мы так вот поступаем, получается, что вот моя реакция на трудности, она проявляет, какие цели я преследую. Какие мотивы моего сердца. Я за собой плачу, я за себя переживаю. Мне плохо, поэтому я и сражаюсь за это. А как же тогда себя вести в этой ситуации? Обыкновенно. Когда мы ставим недостижимые цели, мы не можем спасти ни одного человека. Вы знаете это? Бог спасает. Ты можешь сеять, ты можешь пожинать, но Бог взращивает. Поэтому моя задача не думать, как спасти этого человека. Моя задача думать, как я могу прославить Бога в данной ситуации. И когда я так буду поступать, это достижимая цель. Она будет приносить мне удовольствие. А Бог будет действовать через меня и касаться сердца этого человека. Но наше мышление не обновлено. И нам тяжело понять, как же, если я буду его любить, будет еще хуже. Если я буду сейчас ему прощать, будет еще хуже. Если я не буду говорить, будет еще хуже. Мы так думаем. Но нам нужно довериться Богу в этих сферах. Принести себя в жертву. Повести себя в такие условия, где твое мышление обновлится. Не сериалы смотреть, утешаться ими. А проповеди слушать. Заставить себя, если ты хочешь одержать победу в этой сфере. Откуда у вас враждей распри? Не отсюда ли от вожделений в ваших воюющих членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Я говорю, представьте, зависть, она способна убить. И что такое зависть? Каин убил Авеля. Я говорю, зависть это, когда человек думает, что у Бога по отношению к тебе несправедливое отношение. Как это? Ему вот так вот, а мне вот так вот. Почему? Ему хорошо, а мне что-то не совсем. Вот так вот. Несправедливое отношение. И эта зависть, она появляется внутри нас. Она готова даже убивать. Я рассказывал, как когда-то брат один в церкви. Я его привел к церкви, к Богу, короче. Покаялся он. Я помню, я отдавал ему свои вещи, чтобы он, когда он только пришел в церковь, у него не было в чем ходить. А потом Бог начал его так поднимать, что у него начались перемены в жизни. Я тут на одной машине езжу, а он уже одна, вторая, третья, пятая уже. А я еще на той старенькой. И я вроде бы еще радовался его жизни по комиссии, он так вот мимо не прошел и не поздоровался. И когда он так вот прошел мимо и не поздоровался, внутри меня вдруг что-то поднялось. И я думаю, ты что, морда, ты забыл, кто тебя сюда привел? Вот так вот. И мне вроде бы ничего не произошло, но внутри меня, короче, я уже в его присутствии не могу находиться, короче. У меня какая-то стена выросла. Я говорю, Господи, в чем дело? А Бог говорит, сынок, так это зависть. Я говорю, а как делать? Как себя вести в этой ситуации? Он говорит, так пойди поговори с ним. Я пришел и говорю, друг мой, вот такая ситуация произошла. Может что-то в сердце у тебя по отношению ко мне? Давай поговорим. Он мне говорит, слушай, вообще ничего такого не было. Это ты себе там навыгонял. Я просто было, ну, просто были мысли в голове там, по работе, чуть-чуть занят был. Не обратил внимания, чтоб ты так не думал, пошли ко мне домой. Привел меня к себе домой, там дал мне курточку, кроссовки, короче. Благословляю тебя, брат. Я выхожу оттуда, думаю, аллилуйя. Все нормально. А Бог говорит, слушай, радуйся за таких людей. И если ему хорошо, радуйся за него. Потому что, представь, если Бог его так поднял, то как он поднимет тебя? Аллилуйя. Мы всегда смотрим на кого-то, как ученики Иисуса. Слушай, а как все тем будет? А как все тем? Иисус говорит, слушай, да не твое дело. Ты следуй за Мною. Ты иди за Мною. Желаете и не имейте. Убиваете и завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. И не имейте, потому что не просите. Он говорит, припираетесь. Я говорю, против чего же мы припираемся? Против Творца мы припираемся. Потому что Библия говорит, что Слово Божие – это краеугольный камень. Написано, на который некоторые люди приткнулись и упали. И вот раз тебе поступать, а Слово Божие говорит – смирись. А ты – как смирись? Я – смирись? Вы шо? Я тут столько всего это, короче. Я уже величина, короче. А вы тут – смирись. Я сейчас скажу. И замечали, что бывает, когда мы говорим, мы потом чувствуем, что мы внутри проиграли. Снаружи вроде бы все нормально, а внутри ты проиграл. И Слово Божие – краеугольный камень. Написано, что кто не покоряется ему, притыкается. И написано, на кого он упадет, того раздавит. И многие люди, смотришь – все нормально. Бух! Вырвало. Убежал куда-то. Бог допустил обстоятельства, чтобы ты что-то увидел и разобрался с этим. Но написано – камень придавил и раздавил. Вот и все. И потом он побежал в другую церковь, думает – там меня поймут. В другой церкви то же самое с ним произойдет. Потому что от себя же не убежишь. Бог будет с тобой работать. Бог будет проводить свои действия с тобой. И мы должны понимать, что все происходит по Его воле. И когда ты исполняешь Его волю, тогда и благословения приходят. Но есть сферы, в которые мы Бога не пустили. Думаю, мы тут сами. Мы тут сами. Но Бог говорит – послушай, если ты не дашь мне возможность прийти в эту сферу, то завтра, если ты не разобрался с этими тараканами внутри себя, лисенятами, которые портят виноградник этот неизмененный характер, завтра, когда это благословение придет, ты не сможешь его удержать. Оно опять же вот так вот сквозь пальцы уйдет куда-то. И ты будешь еще в худшем состоянии, чем был. И Бог знает это, что будет завтра, что будет послезавтра с тобой. Поэтому Он думает – слушай, ну лучше не давать, короче. Меняйся. Ищи внутри себя. Где нужно? В чем нужно измениться? Он говорит – просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. У меня вопрос финансов – это была больная тема. Я когда пришел к Богу, у меня не было специальности, ничего не было. И я пришел уже как бы не молодой, учиться где-то начинать. В общем, финансы нужны на это, на все. Ничего нет. И поэтому я сказал – все, Господь, я тебе буду служить. И начались проблемы. Вначале я подсобником там лет семь на стройке был. Промежутки там где-то на работу еще какие-то устраивал. Я в конце концов просто вызвал Господь и говорит – все, Господь, я устал этой пылью дышать, попереведи меня на другую работу. И Бог не раз печатником на этом, короче, на типографии. Я помню, прихожу туда, а мне говорят – пять человек на одно место. Но я знаю, кто меня привел. Я говорю – Господь, спасибо тебе, я же молился. Мне нужна эта работа. Я помню, пришел, обнял этот станок, говорю – во имя Иисуса. Это место мое. Эту землю… Я узнаю там знакомые те, знакомые эти. Я понимаю, что я тут просто для конкурса. Но я верой принял, что эта работа моя. И через месяц я уже работал. А они еще учились. А потом они все оставили, сказали – все, выходи на работу, ты остается. И я работал там. Бог поменялся, но нужно было мне где-то какие-то вещи понять, что-то пройти, что-то увидеть внутри себя. Просите и не получайте, потому что… Просите для своих вожделений. Есть свои цели какое-то, желания. Для чего мне это надо? И вопрос финансов в моей жизни поменялся тогда, когда я понял, что деньги… Деньги… Они нужны для служения. Библия говорит о том, что трудитесь, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Сколько бы ты не зарабатывал, на какой бы работе ты не работал, сколько бы ты не зарабатывал, все равно не будет хватать. Чем больше зарабатываешь, тем больше нужды. Замечали это? Чуть больше нужно. Чуть больше стало приходить, думаешь, что так, я бы уже и в квартире 3-комнат, я бы уже и в доме пожил бы. Раз, а уже и не хватает. И начинаешь опять ходить страдать. В общем, все, вот тебе в домах, а я в квартирах живу. Слушайте, так есть кто-то, кто, короче, вообще без дома живет. Сейчас, тем более. Радуйтесь тому, что есть. Благодарите за то, что есть. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Есть кто-то, у кого вообще еще хуже. И вот когда я эти вещи начал понимать, что Бог дает мне финансы для того, чтобы уделять нуждающемуся, чтобы они свои нужды восполнять. И когда я начал восполнять нужды других людей с этих денег, Бог начал восполнять мои нужды. И таким образом я увидел, как Он действует. Как работает эта небесная экономика. И даяние – это конкретно как бы как антибиотик против жадности. И если ты этого делать не будешь, твое сердце, оно будет прилеплено к этому ко всему. И тебе нужно начать это делать. И еще больше того делать, чтобы это была жертва. Тогда оно влияет на тебя. Тогда оно что-то производит с тобой. То есть тогда твое упование, Господь. Все. Я специально себя ставил в такие позиции для того, чтобы эти процессы стали просветить. Потому что я понял, что если я этого делать не буду, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. И когда я начал это делать, вдруг начали меняться. Почему? Потому что мои мотивы уже были, Господи, я хочу вот того благословить. Дай семя, дай семя, дай семя раз. А вместе с этим семенем мечаевые еще начали приходить. Да. Он говорит, прелюбодею и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Я тут себе написал, кто желает угождать этому миру, кто хочет перед этим миром показаться хорошим. Это вражда против Бога. Он называет прелюбодейцы. Тебе все равно, рано или поздно, нужно будет заявить свою позицию. Хочешь ты или не хочешь. Я помню, как я депутатом встал, и помню, первое, там они там, ну что, встретимся, может быть, обмоем это все. Я думаю, ты зачем оно мне надо? На водку им сбрасываться. Я иду домой, а Бог мне говорит, а кто же за них помолится? Я думаю, смотри, какую удобная возможность сразу заявить о себе, еще и помолиться за них. Я звоню, алё, говорю, давайте встретимся, я с вами. А такая сумма там за эти рестораны, что мне, в общем, жалко денег этих. Я мог бы на них неделю нормально жить. Или две недели. А тут, в общем, они все бизнесмены, а я кто? Они что не знают? А я тут живу за счет пожертвований. И вот я звоню, говорю, все, я с вами. Высоропал эти деньги, проезжаю, там скинулся, сели за стол. Они, ну что, давай отметим, сейчас вот мы тут вот собрались, мы все теперь будем решать. Я думаю, о, в нормальную компанию попал, решать что-то будем. Я говорю, можно я помолюсь? Они такие на меня, раз. Ну, помолись. Я еще без бороды был тогда. Я такой встаю, как начал страх Божий призывать на них. Говорю, Боже, дай им понять, что ты их поставил сюда. Что ты дал им эту позицию, что ты над всеми. И ты дал им позицию, чтобы они заботились о благосостоянии народа. И начал так молиться, такой страх призвал туда, что я после этой молитвы, когда сказал, аминь, сажусь. Они такие на меня, батюшка, а где ваша борода? Я говорю, та в чемодане там, все нормально, говорю. И они два часа сидели, не могли выпить. Сидели там про церковь, про Бога. Я только сижу там, проповедую им, думаю, вот это благодать, короче, вообще. Просто престол Божий призвал на это место. Заявил о себе. Он говорит, прелюбодей ее, прелюбодейся. Не знаете ли, что дружба с миром вражда против Бога? Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большее дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Покоритесь Его Слову. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Вот это вот двоедушное сердце. Я вроде бы и сам могу порешать, если захотеть. Ну надо же Богу доверять, в общем. И вот у нас раз, когда приходит момент истины, у нас внутри колебания. Я в один момент просто перестал сражаться. Сказал, все, Господь, я отдаюсь в твои руки. Хочешь, чтобы так было? Я готов через это пройти. Через посрамление, значит через посрамление. Я готов через это пройти. Раз ты меня к этому рубежу подвел, я смиряюсь под твою руку. И вот дальше она говорит такие слова. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Я говорю, когда Бог тебя подводит к вот этим вот рубежам, ты читаешь слово Божье, оно тебе говорит, прощать надо. А ты думаешь, так это если простить, то теперь я должен. И это волевое решение, как у меня было вначале за ковры. Я не рассказывал? Ковры пропали. Поселил брата в церкви. Брат, селись, короче, у меня есть жилье, живи. А дом не мой. Зят в тюрьме сидел там, думаю, полгода все равно сидит. Пусть живет. Через месяц прихожу, брата в церкви нету, ни на одном собрании. Прихожу туда, а там ни одного ковра нету. Я говорю, где ковры? Он говорит, я не брал. Я говорю, здрасте, ты тут живешь. Ну я не брал и все. Я его к пасторю притянул, говорю, пастор, я же его в церкви нашел. А пастор мне говорит, ну ты же знаешь, что делать. И я стою и думаю, что, прощать? Прощать? И я думаю, теперь, если я его прощу, то я ковры должен. Дом же ж не мой. Я помню, Серегу Чижака беру, говорю, Серега, поехали со мною. Я сам его не прощу. Вдвоем будем прощать. И мы по очереди его прощаем. Я его удержу вот так вот за грудки, говорю, морда, ковры отдай, короче. А потом я чувствую, что сейчас начну душить его и бить, короче. Я его отпускаю, короче. Закажу в другую комнату и говорю, господи, прости меня. Что происходит? В это время, когда я каю, Серега его трусит. Отдай ковры, короче. И мы вот так вот, смотрю, уже 6 часов к ряду, ни к чему не приходим. Я понимаю, что надо заканчивать это. То есть прощать. И я прощаю его, отпускаю его, все. А через 2 недели проверка. Я иду в церковь и его встречаю на улице. И у меня надежда появилась, может, он что-то понял. Подбегаю, говорю, морда, аж так отдай мне ковры мои. Он мне опять, а я не брал, короче. У меня внутри вот так вот все переколомутилось. Не идти на собрание, а у меня в сердце нету мира, мне плохо. Я иду и думаю, Бог говорит, так ты же его не простил. Если бы ты его простил, ты бы мимо, ну, ты бы его не трогал бы. И я понимаю, что если я его простил, то я не просто должен мимо пройти, обойти, чтобы его не видеть. Я даже в следующий раз, когда я его увижу, я скажу, брат, привет, будь благословен. Бог тебя любит. И я принимаю внутри себя такое решение, что я буду теперь так поступать. Да, я должен теперь эти деньги, моя вина, что я его туда поселил. Но я, Бог мне поможет. И я тогда молился за эти ковры. Ковры не вернулись, деньги не вернулись. Но зять, который сидел в тюрьме, покаялся. И он вернулся, короче, и простил меня. И все поменялось. И я думаю, если бы я, если бы эти ковры не унесли, я бы полгода за него не молился бы. А так я полгода за ковры за эти так молился за него усиленно. И оказывается, что все ко благу. Бог благословил. И в мою семью пришло спасение. Аллилуйя. Сокрушайте и сплачьте и рыдайте. Временами вот эти вот моменты. Ты рыдать будешь, когда тебе это слово исполнилось, оно неудобное. Но ты говоришь, да, Господи. Не моя воля будет, а Твоя. Не моя воля будет, а Твоя. Послушайте, в этом мире никто не хочет быть виноват. Но пришел тот, кто не был виноват и сказал за Тебя и за меня. Я виноват. И благодаря тому, что Он так сказал, у нас теперь есть возможность соединиться с Богом Отцом. Он взял на Себя наши немощи. И я хочу сказать, что, а есть конфликт, где ты говоришь, Господи, так а где же я виноват? Я же прав. А Бог говорит, ты виноват в том, что ты знаешь, как нужно было поступить, но не поступил. Потому что если бы ты поступил так, как говорит Слово Божье, я бы пришел. И я бы навел порядок. Я бы разобрался. Я бы коснулся сердца этого человека. И когда Бог вступается, все понимают, все начинают видеть. И вот Он говорит, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Мы не сами должны себя возносить. Пусть Господь нас возносит. Потому что если мы сами на какую-то позицию становимся, нам потом нужно прилагать усилия, чтобы на этой позиции остаться. Ну так же? Понимаешь? Но когда Бог тебя поднимает, тебе не надо ни за что сражаться. Все начинают понимать, что Бог тебя туда поставил. Аминь. Хочу немножко просто подытожить. Мы увидели, что есть мотивы внутри наших сердец, которые скрыты. Мы даже и сами можем их не понимать. Но наша реакция на трудности, она вскрывает. Мое поведение, оно вскрывает, какую цель я на самом деле преследую. Я себе славу ищу? Я свой авторитет защищаю? Или я Богу хочу угодить? Или я Богу ищу славу? И когда мы ищем Богу славу, поверьте мне, Бог прославит и вас. Бог поднимет вас. Бог благословит вас. Но нам нужно обновить свое мышление для того, чтобы понимать, что воля Божья – это самое лучшее для нас. И если там написано, что вот так вот надо поступить, значит, нужно поступать вот так вот. Не смотреть на кого-то. Мы всегда ожидаем, что кто-то будет так поступать по отношению к нам. Послушайте, пробуждение начинается с нас. С тебя. Ты начни поступать, и вокруг тебя все начнет меняться. Ты начни благословлять, и тебя начнут благословлять. Ты начни служить, и тебе начнут служить. Ты начни уважать, и тебя начнут уважать. Аминь. Поэтому у нас есть сейчас возможность заглянуть внутрь своего сердца. Если есть какие-то неправильные вещи, мы можем в них покаяться. Пригласить Бога в эти сферы в своей жизни. Выбрать правильный вектор для направления и следовать дальше за ним. Когда мы вот так вот смиряемся, и говоришь, Господи, не моя будет воля, а Твоя. Подходит Иисус и говорит, сынок, а теперь вставай, бери свой крест и следуй за мною. И когда ты вот эту вот позицию пройдешь, я называю это переломный момент, когда ты перестаешь ходить перед людьми и начинаешь ходить перед Богом, то все то, что ты желал, пытался как-то своими силами получить, это все само начнет приходить к тебе. Потому что Бог видит, что ты сосуд, который он может использовать для своей славы. Ты не себе славы ищешь, а ему. Аминь. Давайте встанем. Помолимся. Отец, я благословляю церковь Твою, Боже. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал, Господь, благодать, Господь, в жизнь каждого из нас, Господь. Боже, иметь эту мудрость просто разобраться, Боже, с этими глубокими мотивами, Боже, в наших сердцах, Господь. Боже, излечь этот неправильный просто корень во имя Иисуса Христа, Боже. И пусть Твоя жизнь придет внутрь нас, Боже. Пусть Твоя жизнь, Боже, она придет, Боже, и начнет проявляться вокруг нас во имя Иисуса Христа, Боже. Я благословляю церковь Твою, Боже. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы не оставлены Тобою, Господь, но мы Твой избранный народ, Господь. И Ты желаешь использовать нас, Господь, для своей славы. Я благословляю церковь Твою, Господь. Благодарю Тебя, что Ты Бог ответа. И Ты Духом Святым сделаешь больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Слава Тебе и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые не принимали Иисуса Христа как Спасителя. Сейчас есть чудесная возможность в ваших жизнях дать возможность Иисусу Христу стать искуплением за ваши грехи. И дать возможность действовать в вашей жизни. Если есть такие люди, пожалуйста, выйдите сюда вперед, мы вместе с вами помолимся. Слава Богу за вас. Слава Богу. Если еще есть такие люди, не стесняйтесь. Жизнь с Богом – это самое лучшее. Вы, может быть, уже устали в этих бременах, которые навалились на вас. Но Бог может забрать на себя это бремя и дать вам свободу в этих сферах. Он научит вас ходить с Ним, держась за руку. И вы увидите эту Божью благодать в своих жизнях. Есть такие люди. Выходите. Хорошо. Выйдите сюда вперед. Все хорошо. Не бойтесь. На меня, смотрите. Как зовут вас? Оля. Церковь, давайте помолимся. Я буду говорить молитву. Вы повторяйте ее за мной. Хорошо? Нет никого. Есть только вы и Бог здесь на этом месте. Хорошо? Скажите, дорогой Небесный Отец, я осознаю, что я грешник. Я не могу спасти себя сама. Иисус Христос, я верю, что Ты умер за меня и воскрес для моего оправдания. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. Я верю, что мое имя записано в книгу жизни. Спасибо, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я вас поздравляю. Вы запомните это дело. Давайте помолимся, церковь. Я хочу, чтобы мы помолились за вас. Хорошо? Отец, мы благословляем нашу сестричку, Господь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы это рождение свыше. Оно, Боже, произошло, Господь. Дух Святой, прошу Тебя, Господь, открой ее ум к разумению Писаний, Господь. Боже, пусть Слово Твое, оно станет живым, Господь, для нее. Говори в нее дух, говори в ее сердце. Дай ей по богатству славы своей крепко утвердиться Святым Духом Твоим в ее внутреннем человеке. Веру и вселись Христом в ее сердце, чтобы она утвержденная и укорененная в Божьей любви могла постигаться всеми святыми, что ей широта, долгота, глубина, высота и познавала превосходящее разумение в любовь к Христову, дабы ей исполниться всей полнотой Божией. Мы отдаем ее в Твои руки, и мы верим, что никто не похитит ее из руки Твоей, Боже. Благословляем ее, Господь. И благодарим Тебя, что Ты Бог ответа. И Ты Духом Святым сделаешь больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Да и друзей, Господь, в церкви, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, и пусть она уже сейчас переживает Твою любовь и Твою заботу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что Ты воскрес, Боже, для нее, Господь. И Ты царствуешь. Слава Тебе и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Боже, благословение. Поздравляем Вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ